Практическая психология Да, Света, скажите, пожалуйста, когда вы были совсем маленькой девочкой? Были же мечты, да? И кем вы мечтали стать? Так как я называю себя ребенком советского детства, тогда с профориентацией было намного все проще. Есть такой хороший стишок, мне он очень нравится. У меня идут года, скоро мне 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? И в то время в моей жизни были педагоги, были наставники, которые говорили, Света, из тебя получится педагог, потому что в классе я умела собрать, умела организовать, провести вечер. И почему-то наш классный руководитель мне говорил, давай ты будешь педагогом. Будешь педагогом, вопрос такой возник уже в девятом классе. Интересно мне это. То есть был пример, яркий пример классной руководительницы. Вот, наверное, он меня так мотивировал на то, что действительно есть та сфера, почему бы себя в ней не попробовать. И тогда вы пошли и получили вот это педагогическое образование. То, что касается педагогического образования, да, я получила первое у меня дошкольное образование. И я очень благодарна Слободскому педагогическому училищу тогда еще за те навыки, за то мастерство, которое мне дали. И вот сейчас, когда ко мне обращаются родители именно по вопросам профориентации, я говорю, что траектория карьерного планирования с точки зрения среднепрофессионального образования, это не так-то плохо. Да, действительно. А вообще, знаете, опять-таки хочется вернуться, так как у нас программа «Практическая психология», да, к тому, что психология, она вообще находится везде. Даже человек, который тебе, может быть, между делом, да, сказал, что, Света, знаешь, вот я в тебе вижу этого педагога, и это тебе может в жизни здорово пригодиться, да, педагогическое образование. Кто-то бы мог отмахнуться, а кто-то бы нет, да, и попробовал проложить, ну, хотя бы сделать маленький шаг вот в этом направлении. Да, это, безусловно, фактор. Тот пример, это очень важно, тот наставник, как педагог, сейчас называют ютеры, это действительно тот, ну, пусть даже это будет не педагог, пусть это будет человек со стороны, который действительно увидел тебя в этой сфере. Почему сейчас возвращается к вопросу, я думаю, что мы сегодня об этом поговорим, о профессиональных пробах, о социальных пробах, почему это важно начинать делать даже с дошкольного возраста. Действительно, у нас ведь не только о подростках сегодня мы говорим, мы будем говорить прямо-таки о даже детском, я скажу, возрасте. Когда ребенок берет конструктор лего и начинает что-либо из этих маленьких деталей складывать, и потом это получается действительно рабочая хорошая игрушка, мы уже можем говорить, что у ребенка есть какие-то определенные компетенции, которые он нарабатывает и на этом может потом строить уже даже свое будущее, правда? Я отношусь, наверное, к приверженцам как раз этой самой теории педагогических технологий, что важно, конечно, давать знания, и школа дает эти знания, тем самым подготовка к ЕГЭ на выходе, аттестат. И многие родители, я прямо вижу ту тенденцию, когда ребенок развивается гармонично, но как наступает класс девятый, все, никакого доп. образования, никаких секций, мы готовимся к ЕГЭ. Только к экзаменам. Да. Десятый класс, еще как-то вот более-менее какая-то проектная деятельность, вовлеченность. Одиннадцатый класс, затащить, вообще привлечь ребенка, одиннадцатиклассников в сферу мероприятий дополнительных. Нет, я хожу на ЕГЭ, я готовлюсь, мне нужен аттестат, все, знания, да, мне нужны знания. А если мы говорим о навыках, о приобретении профессии, это, конечно же, вот эти самые компетенции, о которых вы сказали. Хорошо. Вот почему вы решили, что вам интересно лично, потому что, мне кажется, всегда, прежде всего, личный интерес, да, лежит в основе успеха, заниматься вот именно этим направлением в нашем регионе, профориентацией? Я, наверное, здесь, я должна сказать, как мама. У меня у самой ребенку 12 лет, мальчик, и когда после четвертого класса мы стали задумываться, а именно вот начальная школа, она закладывает тот фундамент знаний, умений и навыков, и дальше ты уже думаешь и смотришь сильные стороны личности своего ребенка. Ведь никто, как родители, вот мой взгляд, опять же, помогает школа с профориентацией, но именно родитель, он знает, он видит, он живет, он любит своего ребенка, и он может помочь и направить ему. Это очень важно, чтобы родители уже понимали, это не на выходе, когда нужно, о боже, 11 класс, куда-то нужно пристроить своего ребенка. Да, да, какой вуз, какие ЕГЭ, все это, это скачки, это просто год выпадания из жизни вместе с ребенком. А если мы эту работу начинаем проводить системно на протяжении с 5 по 11 класс, наверное, результат на выходе мы будем иметь другой. Поэтому со своим сыном он в то время занимался акробатикой, достаточно очень сильные были позиции в этом направлении. Я ему сказала, Илья, вот давай мы с тобой попробуем поступить в Суворовское училище. И он сказал, давай попробуем. Да, давай попробуем, потому что у него была и мысль, я называю это наполеоновской идеей, кто знает, как получится, министром обороны. А если ребенок знает, и, по крайней мере, пусть там даже что-то поменяется, но, по крайней мере, есть цель. А да, раз есть цель, значит, мы с ним разработали план и стали действовать, пока результат оправдывает эти действия. Отлично, то есть ребенок учится в Суворовском училище, как он об этом и мечтал. Да, как он и хотел, а дальше мы будем смотреть, корректировать, направлять, как это дальше будет развиваться. Первые шаги сделаны, и вы поняли, что теперь, в принципе, да, потребность практически у всех родителей в этом есть. У всех, но у кого-то возникает, Надежда, еще раз анонсирую, что у кого-то возникает она в 11 классе. А у кого-то чуть раньше. Но, к сожалению, это, на мой взгляд, очень плохо. Поэтому мы получаем, что на выходе 11-классника, которому помогли принять решение, кто? Родители. В итоге, заканчивая, получая высшее образование, получая диплом через 4 или через 5 лет, он говорит, мама, это не мое. И быть стоматологом я не хочу, хотя это достаточно престижно на сегодняшний день. И он идет на курсы переподготовки или вообще в долгий ящик откладывая свой диплом. А можно по-другому было, да? Конечно. Если бы изначально стали определяться сильные стороны способности ребенка, родители бы помогали путем проб, социальных сначала проб, профессиональных проб, смотреть. Да, вот здесь получается, здесь мы уже видим результат. Да, это вот у него здесь есть участие в конференциях. То есть сама мотивация, она прямо нарастает и нарастает в зависимости от той деятельности, которая для ребенка, для себя. Многие спорят, говорят, что там 10 раз все еще поменяется. То есть для того, чтобы оно поменялось, 10-10 раз надо попробовать, надо сделать это. И что самое важное, да, даже если все поменяется еще к тому времени, когда он будет определяться с профессией, сколько уже навыков он будет иметь, да? Да, вот об этом ценность атласа новых профессий, который на сегодняшний день Авиатско-государственная сельскохозяйственная академия, старейший вуз города Кирова заложил для себя как флагман развития системы ранней профессиональной ориентации, профориентации. И наш центр как раз сейчас работает по миссии поиск призваний для подрастающего поколения по атласу новых профессий. Отлично, Светлана, мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали, что это за атлас новых профессий, да? И, конечно же, внимательно слушают наши слушатели, чтобы сориентировать потом своих детей. Всем родителям, которые нас сегодня слушают, слова благодарности, что вы оказались в нужное время перед нужным... Радиоприемником. Потому что сейчас как раз о будущей работе, вот где ты в будущем, какое твое место в будущем, должны задумываться и родители, и, конечно же, дети. Потому что мы видим, как ускоряются технологические, социальные у нас изменения, мы видим, как происходит глобализация экономики и знаний, технологий. Мы видим, о чём сейчас все говорят, цифровая экономика, цифровизация всех сфер жизни, автоматизация промышленности и экономики, демографические изменения, которые мы видим. И, конечно, сетевое общество. Мы сейчас все живём где? Да. Мы живём сейчас, вот едешь в автобусе, едешь, находишься в каких-то местах публичных, и ты видишь, где мы все, особенно то поколение, с которым мы работаем. В социальных сетях, в интернете. Да, четыре года назад было проведено форсайт-исследование, где участвовали представители из разных сфер, из разных областей, где они прогнозировали изменения будущего. И вот то прогнозирование будущего, это и получилось как раз непосредственно в Атласе, нашло своё отражение. С Атласом новых профессий можно познакомиться, он в доступной среде находится, в интернете Атлас 100. Вы можете выйти, посмотреть, изучить, значит, на что направлен Атлас. Во-первых, он даёт посмотреть, какая будет работа будущего по отраслям, даёт образ этого самого будущего, какие задачи мы должны ставить перед собой, исходя из того, какими мы будем в этом будущем, представлены профессии будущего. Мы можем увидеть вузы и работодатели, которых уже сейчас, уже вузы изменяют свои учебные планы, вносят коррективы, программы, и они уже сейчас готовят по этим самым новым технологиям. И работодатели, которые уже сейчас, изменяя свои технологии производственные, берут этих выпускников, пусть не совсем, прямо без пяти минут готовых, но дорабатывают, да, происходя из-под своих поставленных задач. Также самым интересным, на мой взгляд, являются профессии пенсионера, представленные в Атласе, потому что мы видим, как под цифротизацией, под глобализацией, опять же, технологиями уходят многие профессии. Сегодня очень много говорят в Сбербанке, сегодня очень много говорят в Хлынов банке о том, что очень много процессов, которые видоизменяются и находят другое применение. Поэтому если ребёнок, а в частности родитель, уже сейчас задумается о том, что да, какое моё будущее, и есть ли я в этом будущем, тогда будет, конечно же, здорово. Вот смотрите, Света, всё чаще слышишь, да, вот тут же опять на радиостанции слышала о том, что не могут найти себе рабочие места юристы и экономисты, да, ну, потому что это вот как раз профессии пенсионеры уже, да, но вот есть очень много там рабочих мест, да, куда никто не идёт. Вот в этом атласе профессий, как раз вот этим рабочим местам, когда нужно работать не головой, а руками, отведено много? Там, видите, дело всё в том, что вот ценность-то ещё атласа, кроме профессии пенсионеров, наверное, является над профессиональной навыкой, как раз вот эти самые компетенции. И если говорить о том, что этот атлас направлен на то, чтобы заниматься вот этим самым производственным трудом, то, наверное, нет. Нет, интеллектуальный труд, он тоже там присутствует, просто нужно понимать, насколько ты сформируешь на выходе в ближайшей перспективе, как по прогнозам атласа, 5-10 лет, сколько надпрофессиональных навыков у тебя будет. Давайте мы попробуем перечислить вот эти надпрофессиональные навыки, да, я тоже где-то их вот прямо для себя. Вот, видите, надежда, вот самый важный навык, который встречается практически во всех профессиях, которые представлены уже профессии, видоизменяющиеся под влиянием технологий, это системное мышление. Да, оно практически присутствует во всех. Что такое системное мышление? Наверное, здесь вы сможете мне больше помочь, когда оно выстраивается в той самой, да, системе. Да, когда у человека есть четкое понимание всех тех процессов, которые происходят, да, где бы они ни происходили, понимание технологий, процессов, рыночной ситуации в разных смежных и несмежных профессиях. То есть вот именно чтобы это было все, что, зачем следует, да, какая причина и какое следствие. Это, кстати, развивает у нас хорошо очень в школах, да, на таких предметах, как математика, алгебра, физика, все, что вроде бы является точными науками, да. Да, но смотрите, я согласна, что это очень важный профессиональный навык и умение, но там ведь есть еще и такой момент, как, например, творческие какие-то проявления, да. То есть вот если сейчас к нас слушают и говорят, ну, у меня вот ребенок, ну, точно там не технарь, да, то есть это не говорит, что у него нет системного мышления. Вот что нужно сказать родителям, которые нас сейчас слушают, о том, что нужно уходить от того самого стереотипа, наверное, нашего советского, опять же, детства, когда, помните, нам проводили профориентационное, я даже знаю, что сейчас многие центры проводят профориентационное тестирование, когда дается человек-знак, человек-техника, там, человек-человек-человек-природа. К сожалению, или наоборот, может быть, к радости, через 5-10 лет эта грань стирается. Также, как мы знаем, что сейчас очень много людей, которые работают, не имея своего конкретного рабочего места, так называемая работа по удаленке, да, то есть, в принципе, работа, она везде. Главное понимать, опять же, надстраивать тот или иной надпрофессиональный навык той отрасли, где ты работаешь, да. Да, каворкинг-центры, они сейчас повсеместные, даже, наверное, что в городе Кирове есть, когда, не имея конкретного рабочего места, от звонка до звонка, как наши родители работали, да, то есть, есть возможность прийти, поработать, выполнить поставленную задачу, и всё. Да, ну и вообще сейчас... То есть, от системы как раз вот этих вот знаков, когда говорили о том, что ты технарь, ты гуманитарий, мы будем уходить. Я говорю о том, что технарь должен стать гуманитарием, а гуманитарий должен стать технарём. Если ты хочешь быть востребованным на рынке труда в перспективе даже ближайших трёх лет. Тем более, знаешь, что очень многие навыки можно развить, да, можно наработать те компетенции, которые в тебе до этого не были. Хорошо, над профессиональным навыком и умением мы ещё относим умение управлять проектами и процессами. И что меня очень радует, по крайней мере, вот у меня ребёнок учится в лицее, и я вижу, как из года в год всё сложнее и сложнее бывают проекты, и всё это увлекательнее и интереснее. И даже если ребёнок говорит, нет, я уже всё, уже от всего этого устал, но, тем не менее, закладывается вот та база, тот уровень, на который ты потом в будущем, даже если ты сейчас не понимаешь, для чего тебе это всё надо, да, ты, тем не менее, уже это прошёл, уже это попробовал, уже это прожил. Для меня это ценно. Безусловно, вот сегодня мы разговаривали с педагогом, кто у нас ведёт в нашем центре профориентации карьеры в бототехнику, говорили как раз о вот этих метапредметных, опять же, компетенциях, то есть ценен сам проект, когда он соединён из нескольких отраслей. Это очень здорово, когда в гимназиях и лицеях эту метапредметность делают. Я знаю, что есть порядка нескольких школ, может быть, даже десятка школ в городе Кирове, которые эти метапредметные компетенции развивают, потому что они же опять лежат в основе профессий будущего, вот эти вот надпрофессиональные навыки. Но знаю, что есть и школы, которые работают, то есть ты должен знать географию, потому что вот эта география, да, это в приоритете, да, знать биологию, то есть а давайте сделаем хороший проект биологию, соединим с математикой или физику, соединим с географией, да, вот как раз вот эти проекты, вот мне кажется, что, на мой взгляд, опять же, как педагога, ценность вот этих вот проектов и есть. Еще один из профессиональных навыков, которые тоже должен ребенок, да, обладать, ну, учиться можно этому научиться, да, это программирование IT-решений. Да, IT-решений, искусственный интеллект, автоматизация процессов, это не только для мальчиков. Это не только для мальчиков, я с вами полностью согласна, просто у меня два сына, и поэтому я знаю, что вот мы в этой теме очень даже так увлечены. Есть девочки, которые не хуже мальчиков разбираются в автоматизации, и они выполняют такие иногда проекты, что даже задумаешься, мальчишка задумается, а, как это так, девчонке вроде пришло. А снова возвращаемся к компетенции. Умение работать с коллективом, с группой и с отдельными людьми. Вот это качество... Клиент-ориентированный. Да, и мне кажется, что вот это качество очень ценно, да, и вот мы этому можем научить детей ещё, начиная с детства. Да, да, почему на сегодняшний, если опять же возвращаясь к проектной деятельности, когда даётся командный проект, да, то есть ты, например, участвуя в соревнованиях по робототехнике, есть инженер, то есть конструктор, кто делает это, есть программист, кто программирует это, опять же, они умение распределять между собой, есть дизайнер, ну, так его называем, то есть девочка, вот у нас в частности в проекте, которая придумывает вот эти все, как сюда лучше ёлочку сделать, как сюда лучше кустик нарастить, да, то есть... И тут ведь тоже, да, смотрите, а есть сам руководитель проекта, да, которому доверили, да? А есть наставники. То, что касается системы доп. образования, потому что я, опять же, приверженница как педагог, что в школу это здорово, это хорошо, но опять же, о формировании прикладного характера, это система дополнительного образования, спортивные школы, секции музыкальные, где вырабатываются навыки, где ребёнок формирует эти самые навыки у себя. Светлана, скажите, пожалуйста, недавно приезжал по вашему уже приглашению к нам в город руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков. Расскажите, как прошла встреча, что он интересного рассказал родителям, которые пришли, которые были заинтересованы в новых знаниях, в новых проектах. Да, хотелось бы поблагодарить и самого Дмитрия за приезд. И, конечно, главных организатором это муниципальное образование города Кирово-Чепецка в лице Савины Елены Михайловны и компании «Уралхим», которые, я знаю, что уже на территории Кирово-Чепецка реализуют вот самый проект, когда предприятие является шефство над школами, над гимназиями, где вот как раз та самая профориентационная работа выстроена на должном уровне. И это мы увидели, потому что Дмитрий приезжал не только в город Киров, где на базе Серхозакадемии была организована непосредственно встреча с ним, где он рассказывал о ценности «Атласа новых профессий», о понимании, в каком направлении нужно двигаться родителям, нужно понимать своё место учителям в этом процессе. Ну и второй день у нас был в городе Кирово-Чепецке, где также прошла встреча с педагогами, где он сделал презентацию своей. Вот ценность «Атласа» заключается ещё в том, что сейчас разработан набор настольных игр и профориентационных уроков, которые так и называются «Мир профессий будущего». Отлично. Расскажите об этих играх, потому что я знаю, что всё познаётся через игры. Да, да. Великолепно работает. И обожаю игропрактику. И игропрактики, да, о чём мы говорим. То есть Дмитрий, когда они создавали 4 года назад «Атлас» в новых профессиях, понимали, что «Атлас» сам по себе – это да, это хорошо, это некий прогноз, это некоторый план, в котором ты должен двигаться. А где же, опять же, вот о чём я говорила в своей истории, что есть планы, есть действия. Где же эти самые действия? Действия – это вот и есть этот набор, так они его называют, коробка, игр. Значит, она состоит из профориентационных материалов, а, конечно же, основанных на «Атласе новых профессий» и от разработчиков. То есть те люди, которые принимали в нём участие, они непосредственно её и делали. Значит, набор – это игровые методические решения, которые направлены на то, чтобы помочь в первую очередь педагогам, специалистам по профориентации и, конечно же, родителям. То есть такую коробку можно приобрести домой, там разложена вся методика и прописаны все профориентационные уроки. И если родитель мотивирован, да, то есть он может проигрывать все ситуации, исходя из этого комплекта у себя дома. Но в первую очередь, как Дмитрий сказал, что это на людей, которые занимаются профориентацией. На мой вопрос, много ли у нас таких вообще по России? Он очень долго думал, сказал, что в этом году была защищена первая диссертация по профориентации. Представляете? Да, с применением «Атласа новых профессий». То есть 21 век, да? Опять же, да, Натя, у нас сегодня тема профориентации. Я вот такой вопрос такой, когда я ехала на эфир, возник. Вообще у нас профориентологи-то есть люди, да? То есть те, кто занимаются этим… Ну так всё по старинке. Психологи. Да, в основном, да. Давайте вещи современные. То есть вот как раз где-то начинается, знаете, с сентября месяц, да? Это такая волна, когда вот там в 10 классе. Давайте, у нас тут осталось два года, да? Вы тут проведите мне, пожалуйста, фиксировать диагностику ребёнка. Да, диагностика. Что там у него хорошо, что там у него там… И всё, да. И всё. А если говорить, опять же, о применении этого комплекта, то он позволяет в доступной, увлекательной форме помочь самостоятельно выстроить образовательные и карьерные траектории. То есть я правильно понимаю, что ребёнку даётся, например, в каком-то направлении какая-то игра, да? Он проигрывает её вместе с педагогом или, например, с родителями и делится своим послевкусием. Мы даже смотрим, получилось, не получилось. Дошёл до этой финишной прямой, не дошёл, да? Да, ещё видите, ценность коробки заключается в том, что в неё входят четыре комплекта, и они выстроены друг за другом. То есть это, опять же, система. Первое – это методические пособия по самому применению атласа новых профессий. Потом идут разговоры о будущем, это как раз в рамках уроков по профориентации, педагогам, профориентологам. А дальше идут вот непосредственно сами четыре игры. Это первое – это компас профессий. Она, игра, знакомит с профессиями будущего и с выстраиванием карьерной траектории. Там в основе лежит колесо жизни, баланс жизни. Когда ты сам понимаешь, где у тебя, какие определённые вещи, куда тебе вкладывать. Опять же, идёт в рефлексе, как вы сказали, что у ребёнка получилось, что не получилось, обратная связь. Почему не получилось, да, анализируем. И это всё в специальном идёт тетрадь, где это всё записывается, и потом промежуточный результат мы получаем. Дальше идёт профессиональное лото. Это игра, которая ознакомится с понятиями надпрофессиональной навыки, о чём мы сегодня говорили, да, и профессии будущего. Мне вот больше всего самой в этой игре безумно нравится профессиональное лото. Во-первых, оно само очень красочное, интересное, и мне напоминает мою детскую игру, любимую лото, в которой мы играли с бочонками, да. Хотя здесь в основе поля лежит профессия. Например, разработчик роботов, медицинских роботов. Что для этого нужно? Во-первых, там задаётся вопрос, какие предметы необходимы в школе, опять же, к применению макига издавать, да. А самое важное, какие инструменты тебе для этого будут необходимы, и какие технологии влияют на это. Игра достаточно интересная, потому что в скором времени мы в городе Кирове в неё проиграем. Пригласите меня, я обязательно поиграю с вами. Обязательно. А следующая игра, которая по нарастающей по системе, это «Курьер прощай». Игра знакомит с понятием профессии пенсионера и новыми технологиями. Опять же, если мы говорим, я буду сдавать общество знания, потому что я пойду юристом. А вот игра, она позволяет посмотреть, почему профессия пенсионер-юрист уходит, и какие технологии появляются. Появляются новые. Да, да, да. И почему именно они приводят к трансформации под влиянием искусственного интеллекта как раз вот этих юридических направлений. Вот, знаете, Света совсем недавно разговаривала с детьми и объясняла им, да, что, например, такая профессия, как трубочист, которая была очень такой хорошей профессией в своё время, сейчас практически не актуальна. Ну да, сейчас, конечно, есть камины, мне говорят, ну да вы что, мы всегда приглашаем трубочисты, у нас там два камина в доме, да. Отлично. Но вот много ли кто ещё приглашает трубочистов, да? Тем не менее, сколько романтики в этой профессии. Я согласилась. Нет, я соглашусь. Ведь мы не говорим, что вот прямо сейчас профессия, она исчезнет. Она будет трансформироваться, большинство трансформирований будет трансформироваться под влиянием как раз автоматизации искусственного интеллекта. Поэтому родителям нужно правильно направить своего под ребёнка, подрастающее поколение, нам как педагогам, скорректировать под влиянием этих технологий. И действительно, может быть, он будет превзойдённым бухгалтером в этой отрасли, но он будет работать с инструментами, которые под влиянием. Да, с инструментами будущего. И последняя игра на выходе, что мы имеем после проигрывания всех этих игр, это специалист будущего. То есть как раз игра посвящённа сознательному выстраиванию личной карьерной и жизненной траектории. То есть конечный результат, что мы хотим получить на выходе. То есть начали с простого, с компаса профессии, где мы посмотрели. Сориентировались просто. Потом профессиональный лоток, где надпрофессиональные навыки мы увидели. Посмотрели. Посмотрели. Почему потом посмотрели? Не актуально исходить из профессий, которые уходят под влиянием в технологии. И на выходе мы видим, что мы увидим специалиста будущего. Опять-таки великолепная система. И ребёнок, и родители, проиграв всё это, прожив, всё это понимают какой-то эффект. Все получают эффекты, которые... Да, как раз эффекты. То есть ученик знакомится с атласом новых профессий, изучает перспективы той или иной профессии. Родитель получает инструмент, позволяющий говорить с ребёнком на одном языке. Учитель получает готовый инструмент на длительном уровне делать это самое. Ну и все вместе, наверное, получают то счастливое будущее, о котором так много говорят. Кстати, о счастливом будущем. Ведь будущее – это поле возможностей, в котором наши дети смогут построить собственную траекторию движения в интересное своё это самое будущее. Правда? И давайте мы, как взрослые с вами, забудем уже о том, что нужно получить профессию раз и навсегда. Да. Сейчас уже совсем другой мир. Сейчас мы можем каждые пять лет, а может быть даже и чаще, менять свою профессиональную траекторию. Главное, чтобы было, от чего отталкиваться. И я вот в конце нашей программы расскажу просто даже маленькую историю своей собственной жизни. Когда я получала медицинское образование, потому что мама хотела, чтобы у нас в семье был медик. Я, конечно же, когда проходила тесты, у меня там были надписи «врач», «психолог», «журналист». И поверьте, я во всех трёх эпостасиях великолепно себя чувствую. Я в этой жизни реализовалась и как врач, и как психолог, и как журналист. И этого же желаю всем вашим детям, чтобы у вас тоже было, у ваших детей было всё то, что они о чём мечтали, то и получили. Света, вам большое спасибо за то, что вы сегодня уделили нам время и рассказали столько интересного. Надежда, я тоже искренне благодарю. И я сейчас хочу сказать, анонсировать, что мы всегда в нашем Центре профориентации карьеры Вятской Государственной Сельхозакадемии ставим хатштег «Непотерянное поколение». Так вот пусть это поколение будет непотерянным в перспективе ближайшего будущего. Спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». Ещё раз напомню, что психология, она везде. Так что давайте будем учиться жить гармонично. Всего доброго.